данное видео создано исключительно в развлекательных целях и сказанное автором данном видео является оценочным суждением она не несет цели кого-то оскорбить или обидеть приятного просмотра в ягс и она а вот она заебись айвес games представляет и улес для то временного содержания с бесконечной благодарностью посвящен нашему студию советгеймс да мы помним ой блядь ой блядь глава 1 чудо под новый год бля ну я думаю этот фон на самом деле на заметно потом ёбаный в рот еще лучше что это за кладбище ебучих шакалов и это просто сын так просил типа я свои новели короче все делаю в 4к потом зажимаю ремпаем до full hd чтоб типа качество было оказывается я знаю да ну а хули мы с мультисемплингом не знакомы мы башем из 720 блять под 4к и получается вот это это по моему кто-то забыл в гугле поставить короче в опция галочку там большой размер когда искал картину и помню мне короче бабушки дома были старые совковые лекалы такие херни которыми овал и чертят на бумаге понимаешь так ладно начинаем бывает жизни такие моменты когда сон не совсем отличим от яви или видение потрясенного чем-то мозга не отличимы от того что есть на самом деле порой же это и другое запутывается сливаться единое целое правда не всегда такие моменты являются лишь только иллюзиями стоит разобраться в себе заглянуть поглубже в свою суть и увидеть то что казалось иллюзии есть истина 1 переворачивающее потрясенное сознание наталкивающее человека на события для огромной для него значимости иногда и напрямую дарящие ему их но как известно если тебе что-то дарит будь готов и сам потом поделиться чем-нибудь но еще один шакальный фон здорово нет больше на шакальный тут короче как бы большая проблема что короче вроде как 3d что то вы увидели как его там они выверен делили 3d max а вот елка 2d с фоткой вырезана знаешь чем мне кажется это даже не то что его он в принципе в хуевом качестве либо это так пост обработка охуенно сработала либо я ху его знаю ну ведь мы его докрашивали руками потому что но как бы в принципе тут фон на самому конечно не особо красивый приставь все нормально если что снег тут походу солдаты эти самые замышлен дедовщиной специально делали квадратные сугробы иначе не могу это объяснить такую форму с узлейшими и непримиримыми пол но вот ты чувствуешь то что это реально вот был 2 . ну вот такая же блик ну дядя начали да насколько можно так сейчас нам будут короче 200 лет рассказывать про то какой короче мир хреновый или там наоборот ну у семена хуевая жизнь была тут какой херовый мир в принципе все нормально так сказать пока можно не помню про что там ну там типа короче ебать он сидит все на билбордах хуйня и страдает а тут я тут я хуй знат я не читал это смотрела прохождение нихуя не запомнил потому что скучно было так короче оставить его и данного это спроса спрайтов поражать из фонов поугарать немножко потому что этот фон нормально там дальше и вообще какие-то странные короче не знаю может я долбоеб я в этом не особо разбираюсь но мне кажется плела предложение составлено очень хуёво потому что они как раз таки из-за этого и скучно его трудно читать и переваривать тот видос который ты скидывал где алексей с дашей проходили там короче они тоже жалуешь предложения корявая я не знаю по моему предложение ну такие в принципе более менее норму ту скучно это считать приящем дело теперь ничего интересного не происходит ничего интересного не происходит просто такие философствии на которые мне плевать например не да но дело еще краски не в этом особо потому что если например если например даже это что-то скучно но это составлено нормальным человеком который разбираться в этом не приятно будет читать не вот это например вообще нихера не приятно читать я вот просто считаю это знаешь через силу я пишу обычно например у меня нет таких описаний вообще я понял да мне вот поэтому знаешь не нравится моды по типу там не знакомить как там блять бесконечный холод короче на самом деле на самом деле я бы хотел уметь так писать потому что у меня проблема обратно мне нет описаний я тупо диалог и экшен идет и все ну вот и мне вот такая херня нравится которую ты пишешь как раз таки они проблемы такой херни в том что не приходится очень много рисовать потому что у тебя очень быстро меняются локации все остальное знаешь уж лучше так чем войну и мир читать брать но серия да 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 как бы прикажется баланс иметь такой 50 на 50 чтобы было иначе короче но если либо слишком коротко получается либо очень много работать ну да над какие у них там дела для я думал это у меня она подкурка алексей внезапно завибрировал телефон кто бы это мог быть дорогой товарищ давно не виделись на вести с невестой и предков мы дома заебись вести с кем подожди чё отвезти навести с невестой него невеста есть ну как видишь хорошо сказать что в этот момент алексей удивился начать ничего не сказать потому как он просто он не просто удивился а форменным образом ошалел он таращился на экран телефона с таким видом как будто не простенькое приглашение там видела как минимум сообщение начала апокалипсиса навестишь предков дорогой товарищ с невестой даже батя этой чисто его отцовская дорогой товарищ это вот сразу видно служил блять товарищ солдат на кстати не туда на девчонка рассказала историю такую тесно короче из китая иммигрировал сейчас в канаде живет она говорит что них прочь в китае гомосексуалистов называют товарищи не знаю что это так вспомнил звук но как же так откуда почему алексей стоит посреди тротуарами я просто сейчас вот как раз вместо товарища понимаю насколько это звучит дорогой гомосексуалист дело в том что алексей уже год как не было родителей а невесты вовсе никогда родители его погибли в дтп возвращаясь из поездки по суздалю о короче прям сразу ебать мистика ну да просто чел какой-то написал там наш тип давишь тип у него только как так же как его батя писал в точности я ни разу не слышал чтобы люди так сказать сельские загадки хастрат говорили вы приходит дорогой товарищ особенно 5 своим детям это какой-то плит маразм может у него оба не может просто у него батя там конь твоя к там же сейчас то причем то твои это просто так не разговаривают люди выпеки вы будет не знаю максим как будет своего ребенка говорит мистера вася уважаем мистера вася дохуем охлада была ночь шел проливной дождь и на их полосу аккуратным лоб вылетел пьяный таксист ну хоть не танкист уже хорошо как известно как известно танкистом плевать на время суток и до погодные условия и на всех участников движения кроме них сами случилось моментально невесты тоже обстояли дела не просто алексей еще студенческой скамье отличался от всех а современных не в меру сверстников тут уж либо родительское воспитание роль сыграла либо склад ума алексей либо все сразу его не тянуло к тому чтобы называться теперь модным и раз пиаренным все эти клубы музыка от которой взрываться череп элитный алкоголь разлит и таджиками в ближайшем подвале пьяный секс суетливо бесчувств на одной механике на хоть не на автомате блин дождик еще тут все понял и что пошли подумал про коробку передать он не прожигал свою жизнь и в этих клубах не травился дешевым пойлом сидел себе тихо-мирно в издательстве работа там на мозге а они вы не тянуло все я немного невнимательны сегодня извиняюсь само собой для воспитанных в духе нашего времени девушек такой образ жизни мог ли вести только полные лузеры и дикари не имейте с такими хоть какие-то отношения было бы для этих барышень куда ниже их пропитанного напаленным вискарем достоинства ой дебил все автор ты меняю за выражение не хотел никого бить это оценочное осуждение автор не дебил наверное на самом деле но блин а вот это вот такое кришет упорыло и типа вот я такой хороший девушек нравится плохие парни я слишком это называется алкоголь разлит этажиками ближайшем такое только под этим алкоголем и можно написать нет те кто бухают синьку контрафакт но они веселые ребята как правило и такую хуйни напишут ну просто я думаю столько избитого животных и какую-то бедные несчастые потому что такой хороший зачем мир отдалился перестал быть уютным и знакомым где все расписано по минутам и где заранее знаешь что просто от одной смски пацан поплыл на самом деле кстати вот и тут не так уж и много на скучный пиздец оригинальным было хуже написано на самом деле на мой взгляд там весь экшен начинается когда ты попадаешь в лагерь чтоб ты понимал 1 только я просто видел что там дальше будет с того как ты будешь в лагерь ты знатно ухуеешь я тебе гарантирую просто знаешь чем прикол я когда первый раз начал читать был я просто промотал все что было до лагеря вот абсолютно все я даже не до сих пор не помню начала я вот его раз прочитал и помню что там типа он сидел вот и за этими билбордами несчастными поехал на по моему встречу с однокурсниками или чего-то того и короче попал лагер вот я терпеливо читал это все но бил не было настолько интересно что я ничего не помню слабонукла для того что ты огласил потому что такое не помню надо бы совсем вибиллу утром вот например он встанет и пойдет в ванную потом позавтракать чем-нибудь легким потом выйдет из подъезда и направится по знакомому маршруту до издательства блять вот почему не давать вначале какой-нибудь экшен вот как общение с людьми например живыми вот зачем эту нудятина вот в каждом вторую новую такая херня ну потому что как бы кому-то кстати кому-то кстати это нравится читать да кстати да вот есть такой вот 7 делу тушку сюда там еще хуже 200 но не бак это фича люди это реально любят некоторые мдл чтобы ты понимал я примерно минут 40 читал вот только начало до попадания в лагерь ну не знаю вот это лучше чем 7 дел это я точно говорю потому что ну тут не тянут резину 200 лет вот может и луну не настолько да ебать шоколадная дверь тут еще знаешь логотип мелки посередине приклеить это для карликов которые там будут сидеть дальше наверх он и со наверх он и сам не заметил как поднялся даже не поднялся взлетел перескакивая через три ступеньки какую лампочку вернули так хуяришь это россия 2 киловатт 2 киловатт ну вот и лампочку на весь подъезд в ебать это внизу брать и все напомни пополнишь текламу россия щедра душа кстати тоже шоколад блять был такой как он там назывался россия так и назывался вот это такая комбинированная ссылка наверное вот шоколадной дверью щедра лампочка становился перед знакомой дверью обитый бордовым дерматином отдышался ну что вперед поднял руку кнопки звонка и нажал и внутри послышался знакомый перезвон еще в 90 батя его на все руки мастера хотел все съездить поискать что ним по его да я не полон к бате пришел нет это квартира который следствием удостался задают вроде как отбать а по его выражению если это квартира его батя это квартира его семьи хули живет не там ладно неважно похуй тем живет по наворочении да таки не съездил скал потом что перезвон это как-то ранее звучит привет из прошлого далее раздалась дверь легкая шорка не совсем не похоже на звучные издалека слышные топота тараса главы семейства вика что в этот раз решил открыть вот видишь сначала таджики теперь тарас поднимается тело мигрантов чтобы ты понимаешь дело происходит я щас не ровлю что ты понимаешь что дело происходит в москве хороший продуманный момент мастера социальная сатира блять то что в сатира ну типа ну блин но это была не вика повернулся ключ замки дверь распахнулась алексей обмен на пороге стоял его отец живой невредим он смотрел на сына с нескрываемой радостью широко улыбался а лампочки это типу звезда и где у него вторая рука вопрос типа вот это пока у него раза в три больше чем рука где она тут нет я понимаю но просто посмотри на размер этой руки к шона ну как бы вылезает даже если так положить а тут что-то нихуя пофиг ну да действительно он без руки просто это это он или блять это это он фото что он увидите пол а понимаю хорошо прорисовано прямо в овощи плоская еще листья шуршал действительно и все прямо на нем раскинул свои ветви и стройная береза еще листья тополя падали с ясеня нихуя себе нихуя себе турбина туризис но вы видите на березе растут меня похитили неизвестно как продержали до лета опыты на меня ставили живодер и я я сейчас орать буду ноури только если детей в тихий час перебудешь я тебе не хиленькую такую затрещину по затылку утвержу я хоть и в рясе но вот таких балбесах мне порук проучить ничто не мешает только попробуйте а в полицию обращусь ну во первых и милицию полиция в америке а во вторых если желаешь заявить на бандитов тебя похитивших из декабря по август копавшихся у себя в мозгах или уж не знаю про какие места нами оскверненные и там расскажешь то вперед по лесу и по шоссе пешком километров 5 до ближайшей деревне и там сидит участковый только после твоего рассказа их тем надо будет себя таблетками пичкать и клизмы ставить потому что отправишься ты из отделения аккуратно пойку есть такое желание вперед из песней никто себе тут не держит бля лицо ним конечно скосило знатно но как же почему тут лето почему средства праздновать по распознаванию лица работают безотказно потому что если черта которую нельзя изменить с помощью операции массов мясок и так далее это расстояние между глазами тут она блять меня это за 5 секунд туда и обратно как будто бы нахуй чудо происходит понимаем потому что лето сейчас август 7 августа 1989 года от рождества христова понедельник без 23 а у вас часто говорят кофе в среднем розе еще раз как кофе в среднем розе вот я я попил хороший кофе например я вообще говорю кофейку ебану ну или купил кофе кофе я тоже говорю там купила фиану кофе три в одном там она среднем роде мы друг друга не поняли ну короче кофе это слово мужского рода у вас в россии насколько я помню лет десять назад отменили это правило теперь она может быть и среднего тоже просто спросить используют ли его в среднем роде в разговорной речи как сейчас не понял я понял говорю поэтому когда автобус затормозил остановки распахнул двери оттуда вышли только две девушки поэтому когда автобус затормозил остановки распахнул двери оттуда вышли только две девушки с объемистыми походными рюкзаками а где рюкзаки а ну тут есть рюкзак а тут что-то нихуя нету а лицо я тут ничего кстати устали за блять зашли кого-то педовку из но все таки рюкзак слишком уж тяжел стал славя зачем мы туда напихали таскают столько всего ну как это зачем но все случаи жизни вожата это просто должность это еще и в каком-то роде я хочу сказать что вот эти вот двери мутные на переднем фоне вот я сижу мне так мне хочется блять очки свои протереть блять они такие есть бля нереально такие вот я смотрю без очков и в очках без очков когда они выглядят лучше ну чуть-чуть дублять контраста добавить ну что так сложно было спустя минуту девушки подошли главному входу в лагерь ну симпатично то да но что ты хочешь лес ведь кругом глянька рядом с воротами сетка у забора почему-то другая девушки такого плохого сделать товарищи для художники слегка он применим вообще это слово сука ебаный ты урод так ли не ебало испортить славе тени не выдали блять для пиздец сдали еще были туда-сюда вот вот этот фон хорошего такие кирпичи аж кирпичные прям ну славе посмотри блять ёб твою матка блять серьёзно что это блять такое сука я ещё мутил это ворка что ли блять чё у них нахуй за скубрия вверх стаканцы блять что нахуй с ним не так ёб твою мать у меня конечно была готовка всему но блять ух ты ж блять блять такое чувство что она сейчас на тебя набросится и сожрёт нахуй блять у лена шея нахуй увеличилась без станок гуся у лена это тем более блять это не знаю сиона какая-то нахуй с шрека просто блять ты знаешь можно просто как стран сукову нахуй в песок блять сука художник ты не знаешь кто ты я не буду говорить вот сам сам выдумывайся блять кто ты после этого очень неприятно я лавренти инструктор по физической подготовке и учитать я не знаю как дебёвка у кого-нибудь да 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 хули он не бреется во первых лена теперь держись о и лена стала нормальная посмотри блять на это ну да ну сейчас славит хотя волосы у него конечно ебать блять пусть она так стоит пожалуйста ну да ебало скорчивает славяна просто дверь хахахахаха например такой смех должен быть друг а тут лаврентий что может я что-то ранее не рослость я говорила это любительница пирожков на физическую форму всегда держать особенно в сжатом пирожки и не закусывать заебись налегаем до овощей парное мясо и здесь ближайшем если ты это смотришь конечно в чем и сильно сомневаюсь конечно даю будет с нихуя ну блядь ну хуя то написал попытку ну хуя вот скажи мне какие-то были арты бг возьмите эту строчку удари нахуй ничего страшного не произойдет у тебя жопа от этого не отвалится чувак очень интересно блин а бля я не могу я угораю с этой хуйни блядь кислотный этот костюм блядь ухуительный один спрайт охуение другого просто вообще не говори я вот кстати привык к хривому лениному еблу но кривому мужчины шеях хуя что-то не привыкну как будто я не знаю стас порезки выебал гуся и она родилась в жильяце она не только длинная еще и толстая почему-то причем родилась славя тогда у меня вопрос блядь ты мультик шлях что не смотрел что ли блядь оттуда и родилась тоже вот здание хорошо кстати вышли административный корпус особенно хорошо вышло знали что ну и что особенно хорошо вышло плитка блять плитка прекрасно вышла плитка вот повсюду замечательного качества кстати опять нет фундамента обратил внимание так вообще где-нибудь строя кащут не из этих зданий вставки кирпич на двухэтажное здание слива от столовой нашлось сразу оно было приметным благодаря тут таблички с надписью административный корпус и колышащимся советскому флагу справа от входа если бы не было качество блять 4 на 3 нахуй растянутая на 16 на 9 просто и нет даже это не то что растянута это пиздец у ебищного качества да просто шак шакалы блять десятой степени я просто хочу посмотреть какого размера эти бэкграунды это меня вот просто очень интересно смотри я не думаю что там зашифровано как распакуйте вещи да мне просто блять не дает это сделать это грёбаная игра ну что 720 блять это не 720 нахуй это 720 я когда рендирую проверочные бг в 1600 на 900 мне кажется что это мало а тут я нашел этот блять чё эту эту черную тьму она тоже в 720 ну блять вот просто посмотри со своего там да там блять я не скажу что это 720 вот просто посмотри даже это блять не 720 ты ахуй знаешь сколько на сколько ну тут да это блять не знаю это фулл hd 140 пибли зачем делать новеллу блять 720 объясните мне я блять просто ну я честно говоря тоже не знаю потому что ну блять пиксели на экране блять они денег не стоят да блять братан я нашел охуенно цг на котором пиздата нарисована собака блять и все остальное нарисовано более чем уебищно это место хватает записывать это все да до сих пор запись идет в любом случае я уже планирую заканчиваем потому что блять у меня скоро нервные клетки уже не удержат это хорошо соми наебало блять охранника прям вообще пиздато сделал так девушки зашли внутрь и поднялись на второй этаж камень 4 здесь нашелся без труда сразу же по левому по левую руку от центрального холла наверное его специально так разместили чтобы высоко кстати блять вот я похвалил кирпичные здания а где блять оконные блоки как это окно нахуй не разваливается блять подвесом кирпичей которые сверху стоят а хули оно начинается от самого пола блять в административном здании кто блять вообще так строит то сука почему блять я не знаю где там идет плита перекрытия кстати вообще ты посмотри вот она получается должна идти блять я не знаю как она должна идти чтобы потолок был везде одинаковый ну кстати по дверей по дверям кстати это в натуре пиздец ты посмотри где я знаю мне выглядит неплохо но вот окна нарисованы хорошо двери там кирпич у нас проектируем совершенно блять по-мудацки этот архитект которую проектировал бы тоже в лагерь поехал у нихуя не в пионерский да воркута блять куда-то думать вперед зачем блять модели вы все нахуй в пиздой ки блять славе нахуй их блять и ебальниками опять для этого считали ну чё могу сказать я решил вынести свой вердикт так сказать этому творению принципе хуёво ну криво косо халеповато спайты вообще пиздос ну блять суканову хотя бы до этого далеко уже можно это сказать ну типа блять вообще как бы голос вкуса да вот это в принципе чё хоть как там можно читать хотя бы чтобы папа угорать над этой хуйки вот ты читал заповедник зелирия не вот ты читаешь вот и вы бредом такое и суда за такое ощущение как будто записал быть идиот просто блять при том что текст качественный там да вот он грамотно написан там слабо на запас хороший но то что происходит в плане событий такой-то пиздец бред тут ничего такого нет тут все гораздо лучше в плане сценария короче да да скучно нутно в принципе нормально да при том что это бесплатно зелили подается за деньги я говорю это нормально то есть это не совсем хуёво при этом ну и не заебись посмотрели как грамотно короче выделена жопу у алексея короче это в натуре просто все ощущения от прочитанного но и можно выделить как название данного шедевр озера блять каменных слез все были диза пока что прочитал я бы писал кстати другим словосочетанием это жопа алексея ну да вы прочитали жопу алексея в принципе не все так плохо просто ну блин получил сам веришь на этом я думаю собственно то все пока что все может когда-нибудь еще продолжим чтобы увидеть показать ему конечно совершенно охуительный арт собак с собакой которая видимо 3 по звук как будто собаки с ноги прописали да как у меня кресло это самое скрипела так вот придет а собака примерно так выглядит и с ноги прописали нету по сравнению с охранникам она нарисована охуенно только блять она должна быть немецкой овчаркой это блять я не знаю это это за какой-то сочетание немецкой овчарки блять и овчарка у куда нички какой-то ладно 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 всем пока